Мы занимаемся армированием, бетонированием, вибрированием, сборкой и разборкой опалубки. Обратной засыпкой. Также в начале июля ввели учет ПСК на гидронамыве. Изначально, получается, попал сюда просто вот как по зову души. Захотелось себе сделать какое-то лето в плане какой-то практики, найти какие-то новые возможности. Плюсом, практика – это такая возможность, когда ты можешь попробовать то, что ты изучаешь в реалиях того, как это будет в будущем. Ну и заодно понять, что нужно работать головой, а не руками. На данном объекте мы производим монтаж, демонтаж металлоконструкций. Помогаем в вязке арматуры, рубке арматуры. Работаем с геодезами. Студенты старших курсов помогают работать в офисе с документацией. Кто-то помогает на складе. И занимаемся уборкой территорий. Почему я выбрал это направление? Потому что это настоящий мужской характер здесь проявляется. Ну и я не педагог, стройка мне ближе, так же, как и всем моим ребятам. Работа, она разнообразная, непримитивная. Каждый день что-то новое, что-то интересное. То есть нет вот такой вот рутины. Это на самом деле здорово. Просто я работал до этого, я знаю, что это такое. Студенческие строительные отряды Новосибирского регионального штаба имеют огромный опыт участия во всероссийских студенческих стройках. Это стройка Космодром Восточный, стройка Север, стройка Олимпийских объектов Сочи и многие другие. Примечательно, что студенческие строительные отряды советского периода работали на таких объектах, как стройка Восхнил, стройка Тюза и, конечно, Метрополитен. Так было в советские годы, так есть и сейчас, когда наши ребята работали на объекте по строительству Аквапарка. В этом году, благодаря поддержке правительства Новосибирской области и мэрии города Новосибирска, наши два строительных отряда работают на таких значимых объектах, как строительство Метрополитена, станции метро Спортивная в городе Новосибирске и многофункциональной ледовой арены, также в городе Новосибирске. Это объекты по подготовке к Чемпионату мира по хоккею, молодежными, которые состоятся в нашем городе в 2023 году. На данных объектах работают два студенческих отряда общим количеством 45 человек. Это студенты Университета путей сообщений и студенты Новосибирского аграрного университета. Субтитры создавал DimaTorzok